Жили старик со старухой, и с ними внучка Дуня жила. Не такая уж Дуня была красивая, как в сказках сказывается, только умная она была и охотная к домашней работе. Вот раз собираются старики на базар в большое село и думают, как им быть-то, кто им щи сварит и кашу сготовит, кто корову напоит и подоит, кто курм проса даст и на насестых загонит. А Дуня им говорит, кто ж как не я, я и щи вам сварю и кашу напарю, я и корову из стада встречу, я и куру гомоню, я и в избе приберу, я и сено поворожу, пока ведр стоит на дворе. Да ты малайща, внученька, говорит ей бабушка, семь годов всего срок тебе, семь не два, бабушка, семь это много, я управлюсь. Уехали старики на базар, а к вечеру воротились. Видят они и правда. В избе прибрано, пища заготовлена, на дворе порядок, скотина и птица сытые, сено просушено, плетень починен, дедушка два лет собирался его починить, вокруг колодезного сруба, песком посыпано, наработано столько, словно тут четверо было. Глядят старик со старухой на свою внучку и думают, жить им теперь драдоваться. Однако недолго пришлось бабушке радоваться на внучку, заболела она и померла. Остался старик один с Дуней, трудно было дедушке остаться одному-то на старости лет. Вот и живут они одни. Дуня за дедушкой смотрит, и всякую работу в хозяйстве справляет одна. Хоть и мала была, да ведь прилежно. Случилось дедушке в город поехать. По дороге он нагнал богатого соседа, тот тоже в город ехал, и поехали они вместе. Ехали, ехали, и ночь наступила. Тогда богатый сосед и бедный Дунин дедушка увидели огонек в придорожной избе и постучали с ворота. Встали они на ночлег, распорягли лошадей. У Дунина дедушки была кобыла, а у богатого мужика мерин. Ночью дедушкина лошадь родила жеребенка. А жеребенок несмышленный. Отвалился он от матери и очутился под телегой того богатого мужика. Проснулся утром богатый. Гляди, говорит, сосед, говорит он старику, у меня мерин жеребенка ночью родил. Как можно, дедушка, говорит, в камень просто не сеют, а мерин жеребят не рожают. Это моя кобыла принесла. А богатый сосед, нет, говорит, это мой жеребенок. Как бы твоя кобыла принесла, жеребенок-то был бы возле нее, а то ишь где, под моей телегой. Заспорили они, а спору конца нету. Убедно, правда, а у богатого выгода один другому не уступает. Приехали они в город. В том городе в те времена царь жил, а царь тот был самый богатый человек во всем царстве. Он считал себя самым умным и любил судить, редить своих подданных. Вот пришли богатые и бедные к царю судье. Дунин дедушка и жалуется царю. Не отдает мне богатый жеребенка. Говорит, жеребенка мерин родил. А царю судье, что задел до правды, он и так редко мог рассудить, да ему сперва потешиться захотелось. И он сказал, вот четыре загадки вам. Кто решит, тот и жеребенка получит. Что всего на свете сильнее и быстрее? А что всего на свете жирней? А еще, что всего мягче и что всего милее? Дал им царь сроку три дня, а на четвертый день, чтобы ответ был. А пока суд да дело, царь велел оставить у себя во дворе дедушкину лошадь с жеребенком и телегой и мерин на богатого мужика. Пусть и бедные, и богатые, и пешими живут, пока их царь не рассудит. Пошли богатые и бедные домой. Богатый думает, пустой, дескать, царь загадал, я отгадку знаю. А бедный горюет, не знает он отгадки. Дуня встретил дедушку и спрашивает, о ком ты, дедушка, скучаешь, о бабушке? Так ведь я с тобой и осталась. Рассказал дедушку внучке, как дело было и заплакал, жалко ему же ребенка. А еще, дедушка говорит, царь загадки загадал, а я отгадки не знаю. Где уж меня отгадать? А скажи, дедушка, каковы загадки-то не умнее, не ума? Дедушка сказал загадки, Дунь послушал и говорит в ответ. Поедешь к царю и скажешь, сильнее и быстрее всего на свете ветер, ветер, жирнее всего земля, что не растет на ней, что не живет, всех она питает. А мягче всего на свете руки, дедушка, на что человек не ляжет, все рук под голову кладет. А милее сна ничего на свете не бывает, дедушка. Через три дня пришли к царю-судье Дунин, дедушка его богатый сосед. Богатый говорит царю, хоть и мудрые твои загадки, государь наш судья, а я их сразу отгадал. Сильнее и быстрее всего, так это кори кобыл он из вашей конюшни, колькнутом ее ударит, так она зайца догонит. А жирнее всего, так это ваш рябой Боров, он такой жирный стал, что давно на ноги не подымается. А мягче всего ваша пуховая перина, на которой вы пчеваете. А милее всего ваш сынок Никитушка. Послушал царь-судья и к старику-бедняку. А ты что скажешь? Принес отгадку или нет? Старик и отвечает, как внучка его научила. Отвечает, а сам боится, должно быть не так, он отгадывает, должно быть богатый сосед, правильно сказал. Царь-судья выслушал и спрашивает, сам ты придумал ответ или научил тебя кто? Старик правду говорит. Да где же мне, говорит, самому-то царь-сударь, внучка у меня есть. Такого смышленные, да умелые, она и научила меня. Царю любопытно стало, да и забавно, а делать ему все равно нечего. Клюмна твоя внучка, говорит царь-судья, и надела умело. Отнеси ей вот эту ниточку шелковую, пусть она саткет у меня полотенце узорчатое, и чтобы к утру готово было. Слыхала ли, нет? Слышу, слышу, ответил дедушку-царю, а ли я уж бестолковый такой. Спрятал он ниточку за пазуху и пошел домой. Идет, а сам робеет. Где уж тут? Из одной нитки целое полотенце соткать. Того и Дуняшка не сумеет. Да и к утру еще, и с узорами. Выслушал Дуня своего деда и говорит, не крути, дедушка, это не беда еще. Взяла она венька, отломила от него прутик, подала дедушке и сказала, поди к царю-судье этому и скажи ему, пусть найдет он такого мастера, который сделает из этого прутика кроссные, чтобы было мне на чем полотенце ткать. Пошел старик опять к царю. Идет, а сам другой беды ждет, другой задачи, на которую ума и у Дуняшки не хватит. Так она и вышла. Дал царь старику полтораста яиц и велел, чтобы стариковская внучка к завтрашнему дню полтораста цыплят вывела. Вернулся дед ко двору. Одна беда не ушла, говорит, другая явилась. И рассказал он внучке новую царскую задачу. А Дуня ему в ответ, и это еще не беда, дедушка. Взяла она яйца, испекла их и к ужину подала. А на другой день и варит. Ступай, дедушка, сызного к царю, скажи ему, чтоб прислал он цыплятам на корм однодневного пшена. Пусть в один день поле вспашут, просом засеют, созреть дадут, а потом сожнут, да обмолотят, провеют и обсушат. Скажи царю, цыплята другого пшена не клюют, того, гляди, помрут. И пошел дед снова. Выслушал его царь-судья и говорит, хитра твоя внучка, да и я не просто. Пусть твоя внучка, я ведь с утром ко мне, ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, да и ни без подарочка. Пошел домой дед, эх, прихоть, думает. Как узнала Дунинову и загадку, то загорюня ус было, а потом повеселела и говорит, ступай, дедушка, в лес к охотникам, да купи мне живого зайца и перепелку живую. А нет, не ходи, ты старый, умолился ходить, ты отдыхай, я сама пойду, я маленькая, мне охотники и даром дадут, и зайцы, и перепелку, а покупать их не на что. Отправилась Дунишка в лес, принесла оттуда зайца и перепелку, а как наступило утро, сняла с себя Дуни рубаху, надела рыбацкую сеть, взяла в руки перепелку, села верхом на зайца и поехала к царю судья. Царь, как увидел ее, удивился и испугался, откуда страшилище едет такое, прежде не видно было такого рода. А Дунишка поклонилась царю и говорит, вот тебе, батюшка, принимай, что принести велено было, и подает ему перепелку. Протянул руку царь-судья, а перепелка порх и улетела. Поглядел царь на Дуню, ни в чем, говорит, не отступила, как я велел, так и приехала. А чем вы, спрашивай, кормитесь с дедом? Дуню отвечает царю, а мой дедушка на сухом берегу рыбу ловит, он сетей в воду не становит, а я подолом рыбу домой ношу, да уху в горсти варю. Царь-судья рассердился, что ты говоришь, глупая, где это рыба на сухом берегу живет, где уху в горстях варит. А Дунь против ему говорит, а ты-то ли умен, где это видано, чтобы Мерин же ребенка родил, а в твоем царстве и Мерин рожает. Озадачился тут царь-судья. А как узнать, был чей же ребенок? Может, чужой забежал. Осерчал Дунюшка. Как узнать, говорит? Да тут бы и дурень рассудил, а ты царь. Пусть мой дедушка на своей лошадь в одну сторону поедет, а богатый сосед в другую. Куда побежит же ребенок, там и мать его. Царь-судья удивился, а ведь и правда, как же я-то не рассудил, не догадался. Коль б ты по правде судил, ответил Дуня, тебе бы я богатым не быть. Ах ты, язва, сказал царь, что далее из тебя выйдет, когда ты большая и вырастешь. А ты рассуди сперва, чей же ребенок, тогда я и скажу тебе, кем я большая буду. Царь-судья назначил тут суд на неделе. Пришли на царский двор Дунин дедушка и сосед их богатый. Царь велел вывезти их лошадей с телегами, сел Дунин дедушку в свою телегу, а богатый в свою, и поехали они в разные стороны. Царь и выпустил тогда жеребенка. А жеребенок побежал к своей матери, дедушкиной лошади. Тут и суд весь. Остался жеребенок у дедушки. А царь-судья и спрашивает у Дунин. Скажи теперь, кем ты большая будешь? Судьей буду. Царь засмеялся. Зачем тебе судьей быть? Судье-то ведь я. Тебя ж обсудить. Дедушка видит, плохо дело, как бы царь-судья не рассерчал. Схватил он внучку, да в телегу ее. Погнал он лошадь, а жеребенок рядом бежит. Царь выпустил им вслед злого пса, чтобы он разорвал и внучку, и деда. А Дунин, дедушка хоть и стар был, да сноровистый, внучку в обиду никому не давал. Пес догнал телегу, кинулся было, а дед ее кнутовищем, кнутовищем, а потом взял запасную вошку, а глобелька, что в телеге лежала, да глобелька его, пес и свалился. А дедушка обнял внучку, никому, никому, говорит, я тебя не отдам, ни псу, ни царю. Расти большая, умница моя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова